ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО ПРИВЕТСТВУЮ ВАС ДРУЗЬЯ У АППАРАТА ЗОДИ НА АППАРАТЕ КОРСАРС ЛЕГАСИ Наследие Корсаров НОВАЯ ИГРА В ПИРАТСКОМ ЭНТУРАЖЕ ЗАПАСАЙТЕСЬ БУЛКАМИ ГОТОВТЕ ЛИМОНАД ДРУЗЬЯ ДАВАЙТЕ ВЗГЛЯНЕМ НА ЭТУ ИГРУ СРАЗУ ЖЕ ХОЧУ СДЕЛАТЬ НЕБОЛЬШУЮ РЕМАРКУ У ИГРЫ МНОГО НЕГАТИВНЫХ ОТЗВОВ И НЕКОТОРЯ МНЕ КАЖУТСЯ ПРЯМО АБСУРДНЫМИ ТАК КАК ИГРЕ В МИНУСЫ ПРИПИСЫВАЮТ ЕЁ МЕХАНИКУ И ОСОБЕННОСТЬЮ ЕЁ ТАКЖЕ СРАВНИВАЮТ С ИГРАМИ С СЕРИИ КОРСАРЫ Я В НИХ НЕ ИГРАЛ, ПОЭТОМУ У МЕНЯ НА ДАНЫЙ МОМЕНТ НЕТ НИКАКОГО ПРЕДВЗЯТОГО МНЕНИЯ В ИГРУ Я ЗАХОДИЛ БУКВАЛЬНО НА ПАРУ МИНУТ ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ ИГРА ПОДДЕРЖИВАЕТ ГЕЙМПАД И ИГРАТЬ Я БУДУ ИМЕННО НА ГЕЙМПАДЕ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ НЕЗЯ ИЗМЕНИТЬ В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ К СОЖЕЛЕНИЮ, ТОГДА МЫ ВЫБИРАЕМ МОРЯКА КТО ЕГО ЗНАЕТ, ЧТО ТАМ БУДЕТ ПУСКАЯ БУДЕТ МОРЯК ОЙ, НИТО, НИТО, СТОП, МОРЯК ПОД КОНЕЦ Я УЖЕ НЕ ЧУВСТВОЛ НИЧЕГО КРОМЕ БОЛИ Мы ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРОДЕРЖАТЬСЯ ЕЩЕ СОВСЕМ НЕМНОГО ВЫБОРА У НАС В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕТ ПРОСТО ДОЛЖНЫ СТОИТ ПОСПЕШИТ К КОМАНДЕ БАРБАДОС БУКТА ФОЛ, 20 ДЕКАБРЯ 1688 ГОДА Джош, КАПИТАН, ПЕРВАЯ АТАКА ОТБИТА, НО ИСПАНЦЫ ПРОРЫВАЮТСЯ НЕ ОТВЛЕКАЙСЯ, ПОКАЖЕМ ИМ, ЧТО БЫЛО ОШИБКОЙ НАС ПРЕСЛЕДОВАТЬ ПОРА ЗАНЯТЬ ПОЗИЦИЮ ЗА БАРИКАДАМИ Ну и сейчас у нас идёт обучение, стрельба из мушкета Нажмите Б для прицеливания, а затем РТ, чтобы сделать выстрел из мушкета Так, это нужно запомнить Так, а кто здесь испанец? Ты испанец? В яблочко убейте противника выстрелом из огнестрельного оружия Получено достижение сразу же Ещё Пули почти закончились, кстати, а сколько у нас пуль? Слева сверху мы видим красную полоску нашей жизни Синяя полоска неизвестна Один пока что тоже... Тихо, тихо Всё, спиной подошёл вообще У нас закончились пули Смена режима оружия ЛБ Чтобы приключиться на режим ближнего боя Нажмите ЛБ Так Тихо, тихо, уйди, уйди, уйди Что я нажал? А как мне бить-то, собственно? Я переключился? Не понял Какой кнопкой бить? ЛБ ЛБ Это не поможет против сильных ударов Так РТХ Блокировать Тихо, тихо Да, твою ж дивизию Рубят вообще, как колбасу шинкует Ой Что я сделал? РТХ нажал, только он... Не то что-то... Да подождите, три на одного Я вообще пытаюсь разобраться с управлением Так Кто тут стреляет? Помогите мне Расстреляйте их, а? Почему они все за мной бегут? Слушайте, по-моему Тут вся эта сцена Вся Испания сейчас за мной побежит Я с одним не успеваю справиться Тут уже толпа за мной бежит Ну, кстати, пока что можем оценить Как игра выглядит И выглядит игра очень приятно Графика глаз не режет Лишних спецэффектов я пока что не вижу И красочность тоже Как раз как надо То есть смотреть на картинку приятно Да подождите их все больше и больше Так он, наши там бегают Тоже стреляют Они хоть в них попадают? Да вроде бы да На твою дивизию Зная раньше, чем все обернется Никакие деньги не заставили бы меня подписаться на эту авантюру Слишком уж быстро от нас с командой Отвернулась фортуна Быстро и бесплатно Жизнь уже покидает мое тело Но, надеюсь, я успею поведать эту историю Может она и не канет небытие А превратится в добротную байку Что не раз перескажет в тавернах по всем Карибам А, значит, так и должно было быть Что ж Началось все с заурядной контрабанды Которую нужно было перевести с Тринидада на Барбадос Мы двигались к назначенному месту встречи Все в порядке, так и должно было быть, значит Поэтому она с толпой побежала Чтобы гарантированно нас убить Управление парусами Двигайте левый стик вверх Чтобы поднять паруса и вниз Чтобы опустить их Выполняйте одно и то же Взаимодействие с парусами дважды Чтобы поднять и опустить все паруса Если у вас не достает экипаж И скорость взаимодействия с парусами будет замедлена Так, экипаж достает, не достает Ладно, давайте разбираться Используйте левый стик для поворота корабля влево-вправо Скорость поворота зависит как от маневренности судна Так и от направления ветра Так, нам еще показывают кнопку Подсказку по поводу управления Выбор снаряда Подзорная труба Поднять парус Время Х2 Действие Трюм Ведение авто Ох, елки Внизу куча показателей всевозможных Ох, елки Нажмите Р3 Это что? А, правый стик? Чтобы ускорить время в два раза Нажмите еще раз, чтобы отменить ускорение Подождите, ускорить время Дайте мне полюбоваться хоть корабликом Так, ускорил Вроде то нормально Так, а приближение? Как, как приближать? Отдалять? Блядь, что я сделал? Трюм Не, надо мне трюм Как приблизить? Вперед Не стоим на месте Непонятно Проближение сейчас 2,5 Как его Поменять, по крайней мере, на геймпаде Я пробовал Разные кнопки Вроде никак не получается Ладно Добраться до места встречи контрабандистов Хорошо Надеюсь, постепенно нас обучат Как это все вообще Работает Так, давайте все паруса Теперь понятно, зачем время перематывать Потому что расстояние как бы все-таки Не 5 метров В основном судно плывет само по себе То есть мне только его направить и все Не надо сбавлять ход Это левый стик случайно вниз получается Дернул, он сбавил ход Озвучка здесь в игре очень хорошая Даже команды эти озвучены То есть теперь корабль будет сам плыть Я могу вот так вот сделать, чтобы ускорить время Чтобы не смотреть, как он плывет Но давайте пока что рассмотрим все Мы только начали игру Интересно на все посмотреть Все рассмотреть, что как Работает Акватория Тринедада Справа вверху у нас мини-карта Вот это вот на левом стике Не очень удобно Я чуть-чуть стик буквально сдвинул Он уже автоматически засчитал Что я его вниз нажимал Я не нажимал вниз его Давай опять вверх два раза Я чуть-чуть вправо его сдвинул То есть здесь чувствительность как бы стиков Не очень хорошая может быть Я не знаю как Но я думаю Вот видите опять То есть игра думает, что я хочу остановиться Я не хочу остановиться Я чуть-чуть влево-вправо двигаю Но учитывая, что геймпад я держу Вообще там внизу в темноте под столом Я не смотрю Насколько точно я стик двигаю Влево или вправо Да чтоб ты был здоров Не надо остановить Давай два раза вверх Вот это вот очень неудобно На клавиатуре я думаю по-другому Все там таких проблем не будет Но на геймпаде вот проблема уже первая Скажем так есть с управлением Причаливание Когда корабль находится в месте В котором есть возможность Причались нажмите А Чтобы бросить якорь и спуститься на берег А как узнать когда нажимать Так вот метка есть Когда она дергаться начнет Пульсировать Ну вот сейчас Напульсирует допустим Там уже 40 метров осталось с работы Не назвал бы Кэтрин Пик самым пунктуальным контрабандистом Но принципиальность Явление в нашем деле редкое Гарантия что твой партнер не нарушит данное слово Дорогого стоит Стоит отметить что были у нее и иные сильные стороны Способные с лихвой покрыть Один единственный недостаток Ее корабль с нашим грузом Долго не появлялся на горизонте Что ж Раз все равно пришлось ждать ее вместе с грузом Решил позволить себе размяться И заодно развлечь команду Этих рубах хлебом не корми Дай только посмотреть на хороший поединок Благодаря Кэтрин и ее умению находить общий язык со многими мужчинами Особенно за кружкой чего покрепче Мы прекрасно знали маршруты всех патрульных колоний Потому и место подобрали подходящее И незваных гостей могли не опасаться Так Драка А ну он же сказал что развлечь команду хочет хорошей дракой Сильный удар Б Держа оружие в руках нажмите Б Чтобы нанести сильный удар Так вы можете пробить вражеский блок Значит когда он блокирует меч Держит С помощью Б его пробивать Хорошо Ой Это твою дивизию Да Стоп Достижение руки в крови Убейте противника холодным оружием Мое мастерство в фехтовании сильно выделялось на фоне команды Среди них просто не было способного выстоять против меня в равном поединке Тем не менее К вызовам я всегда относился с энтузиазмом По-настоящему интересное сражение Начинается лишь когда у противника есть численный перевес Дурак ты что ли? Он только что чуть тебя не зарубил Теперь против двоих да? Парирование Любой удар можно отбить Нажмите Х после того как вас атаковали Но до того как удар по вам попал А в случае успеха вы отобьете его и сразу же контр-атакуете Ой-ой Чего? Так Во отлично получилось Что я сделал только что? Что я делаю? Почему он пьет? Да Да что он? Почему он пьет постоянно что-то? Там что что-то на стик тоже повешено Ай А чёрт Меня контр-атаковали Я того хотел зарубить А это он бросает Понял Бросил саблю свою потому что На тебе сильный На тебе Ещё разок ему На тебе Как по-пиратски Справился очень даже неплохо Стоило ли мне потренироваться сразу с тремя оппонентами? Точно дурак Точно дурак Круговой удар Держа оружие в руках Нажмите Y чтобы нанести Круговой удар Это будет эффективно против группы противников Так Это он вот так просто по кругу рубит Но здесь вопрос в том Насколько быстро он его будет наносить Чего ты? Да чтоб ты Чего он пьет опять что-то? Да Я не успеваю Я нажал Y Но они сбивают меня На тебя Рубят и всё А он что-то пьет и пьет Так Управление Не надо мне показывать Это он лечилки пьет? Я не знаю Почему он пьет лечилки Когда нажимаю бить Так Мне хотя бы с одним Вначале справиться А потом уже Полегче будет Так Ну минус один уже хорошо На тебя Чё это Боёвка здесь Как бы так сказать Какая-то неотзывчивая Я не чувствую Скажем так Чёрт Вот именно боя Вроде как анимации Плавные Но как-то Я не ощущаю Отдачи Никакой от боя Ничего такого Так Ну вроде как По чуть-чуть привыкаю Да чёрт Вот это здесь Лечение Л3 Нажимаю Л3 Вроде не работает Лечение Тут Л3 Л3 не работает Лечение Не то Что ты делаешь Может у меня А Закончились лечебные зелья Он их пил непрерывно У меня Почему-то Складки Автоматические Автоматические Выпивались они Почему-то Потренироваться ли мне ещё Давай Потренируйся Давайте ещё Редко кто подобные вещи На лету осваивает Попробуйте ещё раз Кэп Попробую конечно же Так Здесь проблема в том Что у меня Почему-то игра Постоянно засчитывает Нажатие на левый стик В итоге он В начале боя Когда у него было Полное здоровье Просто пил непрерывно Все свои зелья Лечения И в итоге Когда игра Начала обучать нас Как принимать зелья Лечения У меня их попросту Не было Ладно Ну попробуем Конечно же Давайте Разобраться надо Да А почему он пробивает Мой Вы просто в угол Зажали Я ничего сделать не могу Мне надо выйти Отсюда Как-то Так Выпей Изделие лечения Да Выпей его Ну Так А как А у меня А мне их не вернули Да нет Тогда я их точно Не пройду Этот момент Подождите Как мне Я не могу убить Они просто пробивают Все мои Атаки Короче Не Я сдаюсь Ну его в баню Как здесь еще Сложность Полезить Потренироваться Ли мне еще Да ты что Дурак что ли Потренироваться Против них Не-не-не Ну в баню У меня нет зелья Лечения Ты их сам Повыпивал Твои проблемы Не хочу Только начал Входить во вкус Как на горизонте Появился корабль Увы То было Не шхуна Кэтрин Испанское Военное судно Патрулирующее Берега Тринидада И Тобаго Место встречи Подобрано С умом Укромный Маленький Залив Позволяющий Спрятать За невысоким Утесом И пышной Сельвой Небольшой Корабль И тем не менее Испанцы Двигались Прямо На нас Ситуация Начинала Выходить Из-под контроля В наши планы Не входило Попасть Ни в тюрьму Ни в петлю На площади Сан-Хосе Поскольку Нужно было Время Чтобы выйти Из залива Фору Испанцам Пришлось Дать Знатную Именно Поэтому Мы Оказались Вынуждены Принять Бой Сейчас Будет Получаться Бой На кораблях Необходимо Пустить На дно Испанский Патруль Так Как это Работает Так Ну во-первых Паруса Давай Для начала Обордажа Приблизитесь К врагу Вплотную И нажмите А Подплыть К нему Вот так Боком И нажать А Когда Вражеский Корабль Заходит В зону Поражения Нажмите РТ Для Автонаведения Орудия И открытия Огня Для Ручного Прицеливания Нажмите ЛТ С помощью Мыши Какой Мыши Наведите Орудие Затем Нажмите РТ Чтобы Открыть Огонь Может быть Стика Так Давай Верхняя Паруса Тоже Нажмите РТ Чтобы Ускорить Время В два Раза Подождите Не надо Мне ускорять Мне нужно Его Огонь В левую Сторону Мы тоже Стреляем Не только В правую Да В смысле Заряж А Так еще Время Перезарядки Здесь Есть Левый Борт Готов К залпу Слышали Как нас даже Предупредили Что готов Левый Борт К залпу Как удобно Так Слушайте А может быть На абордажах Взять Но Это Нужно Подплыть Ближе Останавливаемся Выполнять Не надо Не останавливайся Пушки По левому Борту К бою Готовы Отлично Абордаж Появилась Иконка Заметил Так Пистоль Чтобы войти В режим Прицеливания Пистоля Нажмите ЛТ После этого Наведите Прицел На нужную Цель Произведите Выстрел На сжатие МРТ Так На тебе Что это А Перезарядка Идет Ну с этим Было легче Чем с нашими Товарищами Ну с испанцами Как-то намного легче Это наши солдаты Обучающие Они были Ну они толпой Нас били Что Обыскать Мы Ух ты Еще обыскивать Можно Было Твое Стало Мое Достижение Получено Трубка Добери Все Так Инвентарь Вяяное Мясо Восстанавливает 20% Здоровья Так Взять Все Берем Все Что Плохо Лежит Я не могу Пройти Мешают Ладно Сюда Пойдем Нет Зачем Вот зачем Он пьет Я не нажимаю Пить Ну то есть Я стик Двигаю Просто До сюда Может оно Еще и нажать И регистрирует Но это Нужно Убрать Потому что Нажимать Случайно Буду нажимать Непрерывно Лучилка У меня Просто все Будут тратиться Сразу же В начале Боя Все Победили мы Да А мне дадут Обыскать Еще Так Побыскивать Давай Мышка Пригодится Наверное Я думаю На клавиатуре С мышкой Таких проблем Не будет Но Мне хочется На геймпаде Играть Стоп Что это такое Каюта капитана Войти Куда не надо Нам нужно Куда Нам вот сюда Нужно Так Подожди Какой из этих Кораблей наш А черт его знает Трюм Ой На тебя На тебя Да черт Ну я ж нажал Вроде или нет А да Ёлки Вот это парирование Сделать очень Сложно Там В доле Секунды Буквально И он тоже Парирует меня В ответ Потом раз И все На тебя Засранец Все Ты один Вскрыть сундук А 9 На замочке Это 9 отмычек Наверное у нас есть Ага Слушайте Здесь это не автоматически Мы должны Сами это Так Вращать Поворачивайте Отмычку С помощью Правого Стика Затем Удерживайте РТ Чтобы повернуть Замок Для замедления Поворота Отмычки Используйте ЛТ Отпустите Если отмычка Начала дрожать Иначе сломается Так Я кажется Понял Систему Мы Вот так Проверяем Если Замедлять С помощью ЛТ Минус Одна Отмычка Твою Дивизию Тихо Чуть 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 Сюда Тихо Тихо Еще Чуть Есть Что мы Смол Сорт Это меч Испанский Пистоль Голландский Морской Пистоль Дымный Порох И пули Бумажный Патрон Берем Все В принципе Так Инвентарь Это мы Как мы Это все По характеристикам Допустим Где Вот этот Смол Сорт У него Без Количества А какой Лучший Тот Который У нас Английский Катлас У нас Максимальный Урон 70 Текущий 70 А вот Этого 30 Текущий 30 Да вы Шутите Я думал Получше Нашли Что-то Английский Катлас А ну-ка Нет Стоп Это Английского 70 70 Это У нас Тот Который У нас 35 35 Стоп Тогда Мы берем Английский Катлас Конечно ЛБ Вот Нет Стоп Это мы Не то Подставили Это мы Смол Сорт Поставили Где Английский Катлас ЛБ Вот А другое Дело 70 70 Голландский Морской Пистоль 120 120 У нас Сейчас 100 100 Испанский Пистоль 100 100 Вот Это 120 120 Определенно Получше Дубленый Так это Что На нас И Надет По-моему Ломбардский Пистоль 200 200 Его Давайте Он Лучше Старая Подзорная Труба Старая Это еще Мягко Сказано Она у нас Как раз И одета Мушкет 400 400 А вот Туда он Ставится Берем Вот так Больше у нас Мушкета Никакого Нету Так А все Понятно Мышка Это было бы Быстрее Конечно Делать на Геймпаде Я сразу Говорю Как-то Неудобство Есть Неудобно Берем Все Вот еще Сундук Есть Слушайте А надо ли нам Морочиться Здесь нет Никакого Авто Вскрывания Или что-то Такое Потому что Если сундуков Будет Много То Замучишься Вот так Вот их Вскрывать Каждый Тихо Минус Одна Отмычка Конечно Давайте Медленнее Будем Да Что Кто был Здоров Бутылка Рома Это мы Берем В общем Все берем Все В хозяйстве Пригодится Каюта Капитана Ай Он Лечится За За Твою Ж Дивизию Ах ты ж На Тебе Окошки К борту Достижения Получено Еще и Перехватчик Так А его Полутать Можно Можно Щевеса В общем Берем Все По общему весу Я там не понял Сколько у нас В инвентаре Кстати Места 141 И 150 Ёлки Мы уже Забили свой Инвентарь Нас Наверное Обучат Где нам Как Пораспродаться И так далее Стоп Что тут Сундук Да нет Я Так Это что У нас Перегрузить К бою Готовь Зарядить Картячью Перегрузить Все товары Зарядить Картячью Зарядить Картячью Так Я Перегрузил Перегрузка Товаров Назначение Картячью Парусина Так Слева Наша Да Так А как Забрать Больше Почему Не могу Больше Забрать Или Или у нас Уже Забито Полностью Все Трюм 41 Так У нас Трюма Практически Нету 41 Забрать Толком Не могу Ничего Порох Бомбы И так далее Ну и ладно Корабль Остался Без капитана Потопить Его А зачем Мне его Топить А у меня Выбора Нету Так Подождите А сундук Открыть Не смог Там Потому что Рядом Дверь Была Я нажал Кнопку Открыть Сундук Но Игра Посчитала Что Я нажал Кнопку Открыть Дверь Потому что Тоже А Твою Дивизию Ну и плевать В принципе Сундуки Открывать Как-то Мне не очень Интересно Отмычками Работать Ладно Топи К счастье Был бросить Был бросить Якорь Где 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 нам Распродаться К примеру Слушайте Слушайте Так Под ноги Убовь же бегать быстрее таким образом, да? Смотрите, в какой еще игре нам позволяли вот так вот во время бега ускорить время, чтобы быстрее бегать. Вот это бы вскорим добавить. Вот так вот раз и бежишь быстрее. На черт раз два там такое добавят. О, крабик какой. Кстати, крабик ничего себе как качественно сделан. А я думал, у нас оружие забрали, да? Нет, ничего не забрали у нас. Вот наша сабда и висит. Пистоль наш висит. Да, я могу достать, могу убрать. А кстати, а мы как-то выставляем куда-то сюда бутылки с лечилками, например. Я что, выбросил что-то или нет? для меня показалось. А что у меня было? А, или я снял? А, ЛБ. Нажал я его, снял. Ой, я уже перепугался, думал, выбросил. Так, а что за бронзовый крестик? Это просто на продажу, да? Бумажный патрон. 20% здоровья. Так как переключиться на вкладку снаряжения там? Разное. Или лечилки автоматически будут применяться, какие у нас есть в адвентаре? Черт его знает. Ну, с левым стиком это очень неудобно, конечно, сделано. Вождь Авон-Эко. Ну, нас пока что никто не убивает. Думаешь, мы не стрелять тебя, раз прийти к нам без оружия, бледнолицей? Я вообще-то вооруженный пришел. Повезло мне встретить языка. Ты здесь лидер. Вождь Авон-Эко. Отвечай быстрее. Мне нужен лес, который вы так не кстати охраняете. Что ты хочешь взамен? Отдать наш лес собаке? Красно-золотые звери и так приходить, когда хотеть, брать лес, сколько хотеть. Так уж случилось, что мы с испанцами, как ты их назвал, красно-золотыми зверями. А то и дело сражаемся. Больше древесины для нас, меньше проблем от испанцев для вас. Звучит как сделка. Вы сражаться с красно-золотой зверь? А-ха, смешной бледнолицей. Зверь закован в железо. У зверя длинные громпалки. В руки. И широкие в повозки. Корабль-зверь много больше твой. Я даже не говорил об их искусно кованной клинке. Значит, ты в курсе, как выглядят клинки испанцев? Сможешь отличить от прочих? Конечно, я быть в курсе. Мое племя сражатся звери, сколько мы себя помнить. Недавно мы одержали победу над испанцами, поэтому и нужна древесина для починки корабля. У нас остались трофеи, в том числе и оружие. А как ты смотришь на такой расклад? Испанские клинки тебе и твоему племени, а нам достаточно леса, чтобы починить корабль. Интересно. Если ты не врать, твой корабль мешает зверь дальше. Вы отдать нам испанские клинки и брать лес, сколько нужно. Мои люди даже помочь. Как ты там сказать? Звучит, как сделка. Еще как звучит, вождь Аванека. Я передам это своим людям. Как они синхронно. Голову поправляют, чтобы не отвалилось. Забавно это выглядело. Пора передать хорошие новости команде. Вот мы и договорились. И замечательно, что никакой конфронтации. Мы действительно сделку получается совершаем мы. Отдадим оружие. Они нам за это лес отдадут. Ненормально. Вот и договорились. По сути, покупаем просто у них древесину. То же самое, что мы бы приехали в порт. Приплыли. Там бы продали бы эти клинки за золото. За песо точнее. А потом это песо обменяли бы на древесину. Купили бы. А тут сразу же. Без посредников. Стой. Подойди поближе. С возвращением, капитан. Мы боялись, что аборигены устроят какую-то подлость. Как? Все прошло. Готовьте оружие, которое мы собрали у испанцев. Отдадим его племени, а те помогут с вырубкой. Мне удалось убедить местное племя не только не препятствовать вырубке, но и помочь с ней, что существенно ускорило работу. Мы быстро погрузили на корабль. Мы быстро погрузили на корабль все необходимое и продолжили ремонт уже на нем. И еще один возможный патруль тогда нам был нужен меньше всего. Увы, на этом проблемы не заканчивались. Команде не прекращали шептаться. Каждый здесь понял, что испанцы шли прямо на нас полным ходом не просто так. Они прекрасно знали, где искать. Вот-вот. Я не верил, что здесь замешана Кэтрин Пик, но вот команда этого мнения не разделяла. Да и с чего бы, они ведь не знали всего того, что знал я. К счастью, именно ее шхуна показалась на горизонте. Кэтрин выглядела взволнованной. Она спешила, чтобы успеть предупредить нас об опасности, но не успела. Как выяснилось, одного из ее матросов поймали во время вылазки в Сан-Хосе. Похоже, от него и узнали про будущую встречу с обменом контрабанды. Стоило Кэтрину знать о поимке, она тотчас направила шхуну к нам. Контрабандистов мало кто любит. Еще бы, учитывая, что из-за нас местные купцы и торговые компании регулярно теряют деньги. Но губернатор местной колонии объявил нам настоящую войну. Что ж, в список дальнейших дел прибавились и поиски нового укромного уголка для сделок на Тринидаде. Кэтрин сказала, что из-за спешки не успела погрузить товар. Но сразу же в качестве компенсации добавила, что у нее есть кое-что получше. Информация о скором прибытии испанского судна Санта-Даниелы с неким крайне ценным товаром, который нужно беречь как зеницу ока. Кэтрин посчастливилась споить одного крайне обделенного женским вниманием юношу из портового управления. Отмыслив всерьез заняться пиратством, мне становилось дурно. Но команда выразила свою позицию четко. В сложившихся обстоятельствах, когда мы остались без груза для доставки, приходилось искать иной выход, чтобы покрыть убытки. Согласившись, что ситуация действительно не из лучших, я дал приказ направить судно в удобную позицию. И вот, вместе с лучами восходящего солнца, на горизонте показались вершины мачт. План действий согласован. За Кэтриной и ее людьми стояла задача обездвижить цель, обстреливая паруса и токелаж к ниппелями. Мы же должны были сблизиться с Санта-Даниелой, прорядить экипаж несколькими залпами картечи, с большого расстояния от нее проку мало, и взять корабль на абордаж. Так, план хорош. Урон корпусу. Если вам нужно нести урон корпуса корабля, нажмите на верхнюю кнопку депада, чтобы использовать ядра, или нажмите нижнюю, чтобы использовать бомбы. Так, верхняя ядра, нижняя бомба. Бомбы носят больше урона, но обладают меньшим радиусом поражения. Ага, то есть поближе. Так, кстати, снизу вот это у нас получается иконки. Это то, что у нас в наличии. Там бомбы, ядра и все такое. Вот что это значит. Скорость ветра там еще идет. Трюм насколько забит. Так, запомнить. Получается, правая иконка это бомбы. Первая, не единичка, это у нас ядра. Вторая, третья. Третья, это эти книппели. Вторая, это, наверное, картич, да? Так, первая, это ядра. Четвертая, это бомбы. Бомбы больше урона, я понял. Поближе подходить нужно. Хорошо. А сразу, ребята, хочу отметить, в игре роликов потрясающее количество. Буквально через каждую минуту ролик длинный, качественно сделанный, озвученный полностью. Вообще супер. Мы уже в бою, да? Урон команде. Если вам нужно нанести урон команде корабля, нажмите влево, чтобы использовать карть. Понятно. Картич это для команды, книппели для парусов, ядра и бомбы это для корпуса корабля, в зависимости от того, что мы сделать-то хотим. Понял. Это нужно запоминать. По парусам. Если вам нужно нанести урон парусам корабля, нажмите правую кнопку, чтобы использовать книппели. Книппели по парусам лупят. Ну, по идее, вообще это должно снижать скорость корабля и маневренность его, я так думаю. Волны вперед! Так, мы с правой стороны заходим, у нас сейчас ядра стоят. Берем бомбы. Ускорение времени, я уже понял, я уже знаю про ускорение времени. Правый борт готов к залбу. Я переключился на бомбы, поэтому некоторое время понадобилось для того, чтобы приготовиться к залбу, перезарядить орудие, скажем так. По нам уже гасят, но мне нужно подойти поближе. Здесь не показывается, какое расстояние должно быть, поэтому мы попробуем как можно ближе подойти. Или это не по нам еще гасят, это еще пока что Кэтрин там лупит. Так, ну мы подходим близко. И... Давай! В радиусе поражения орудий нет кораблей, в смысле надо еще ближе, да вы шутите? Потому что нет. Ай, ай-яй-яй! Браво, ну а! Огонь! На тебе! Можно было на абордаж взять. Так... Нет, не картечь, бери бомбы. Не бомбы, точно те самые, ядра. Ага, для ручного прицеливания, видите, камеру на нужный этот самый борт, в смысле, на вот этого. Пушки по левому борту к бою готовы! На виде камеру на нужный борт корабля, в смысле... Вот борт, или как это? О! Нет, не... Не тот борт мне нужен. Вот. Открыйте борт! Черт, он далеко он, я понял. Левый борт готов к залпу! Давайте поближе и бомбой попробуем. Ближе, бомба! Огонь! На тебе! Это хорошо получилось. У него три полоски, красное, белое и зеленое. А что за зеленое, как и у нас тоже? Да не надо... А, ну да, парус надо. Это хорошо, но мне надо поближе к нему подобраться для залпа. Может быть, на абордаж его уже брать? Или сначала нужно его добить? В прошлый раз мы брали на абордаж сразу. Давайте в этот раз мы его добьем, посмотрим, что будет, когда мы его добьем. Ну, не потонет Джон со всем товаром. Наверняка после этого нам скажут брать на абордаж. Какой-то обмен появился. Можно обменяться чем-то с другим кораблем. Куда ты на нас? Я пытаюсь его обойти с той стороны, чтобы левым бортом в него... Ну, в принципе, можно и правым бортом. Да не надо останавливаться. Чего, обойти? Кэтрин, да уйди ты отсюда. Сейчас я с тебя стрелять начну. Я не буду с правого борта стрелять в него. Я хочу левым бортом. Чёрт, мне теперь нужно... Остановить корабль. Кэтрин мне всю испортила. Кэтрин мне всю испортила. Да не свернуть. Разверни. Мне же теперь его догнать-то. А, я понял, что это за шкалы. Красная это команда, белая это паруса, зелёная это, собственно, корпус корабля. Так, ну-ну-ну, ещё чуть-чуть. Так, эээ... Не то, а не лба. Давай. Есть. Корабль не взят на абордаж. Задание провально. В смысле... Эээ... Я понял. То есть, я его потопил, да? Я не должен его до конца разбивать. Я должен его, допустим... А зачем мне так в него стрелять? Если я могу просто подплыть и... Кэтринным ходом вверёк! Взять на абордаж. Зачем мне вообще стрелять в него? Как бы... Подождите, я могу картичью немного пострелять для того, чтобы... Бомбами! Да не бомбами, давай, картичь. Может быть, так я уменьшу количество команды, и потом, когда буду брать на абордаж, мне будет легче? А зачем мне тогда вообще стрелять в него бомбами и так далее, топить его? Давайте мы немножко команду, он его побьём. Открытие бомбов! Ушки по левому борту к бою готовы! Ближе надо. Ай! Кэтрин, не мешай! Не мешай, а то в тебя стрелять начну. Я его ещё попробую догони. Я его догнать не могу. Кэтрин, ты куда? Ай, дура. Ну и чё теперь? Может, в неё пострелять, потопить её? Да потом опять скажут, задание провалено. Давай, везде везём. Смотрите, она как будто специально вот прямо передо мной, просто туда-сюда, туда-сюда. Сейчас её потоплю. Так, а давайте мы время ускорим. Чёрт, он отрывается. Когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь я его всё-таки догоню. Может, ему по пару сам пострелять вначале. Но я хочу хоть разок попасть по нему картищу. 50 метров уже осталось. 50 метров уже осталось. Так, нет, надо что-то делать с его парусами, иначе... Это просто... Ать! Давай так... Попал по нему хоть немножко картищу. Надо что-то с его парусами сделать, иначе... В общем, мы так никогда его не догоним просто. Попустите, парус! Кэтрин На тебе, Кэтрин Надо ёбать Как-то пару с ней испорти Чтобы она не могла плавать Вернуть с нами На тебе Ну что происходит Она в нас стреляет Я в неё стреляю Так, она уже горит Да и у нас проблема в том-то Так, ладно, берём её на абордаж Сейчас и всё Здесь слишком сложно с этим Мне не получается Абордаж Так лучше просто брать сразу на абордаж И всё Потому что как тут сражаться Когда Кэтрин плавает И мешает нам Либо её топить первым делом Если она нам мешает Как бы это её проблема Она, значит, на стороне противника Таранит меня Мешает мне Так Так Вы перегружены Прекрасно А что я могу сделать А куда продать И я Всё равно буду подбирать Лучше буду медленно так ходить Но зато С товарами Которые смогу потом продать Что там, один испанец остался Которого все пытаются добить Но не получается у них Как к нему подойти-то, а Ой, что такое FPS, FPS, FPS Тута 3 FPS только что было Всё, забили А мне бы его поутать Вот так Стоп, это нужно А вон туда нужно Ну давай Пропусти меня На тебя На На тебя Я ещё живой Я ещё живой Такая Берём всё Сколько у меня Уже 200 килограмм И 150, да? А перегруз Я понимаю Ну куда мне девать Пока что мы не можем Куда-то распродаться Сундук А его обязательно Вскрывать Бутылка рома Настойка берём Наверное С другой стороны Наверное Ещё один сундук, да? Ну Повезло Дымный порох И пули Так Каюта капитана Вот сейчас будет Бой посложнее На тебе Закликало Прямо таки И в бой И в конвой Захватите Чего? Шняву? Достижение Шняву какую-то Корабелла мы получили Новую саблю Сейчас мы посмотрим Не то У нас сейчас урона 70-70 Так, стоп Давай Переключи Снаряжение Вот так Морской пистоль Кстати 120-120 А у нас Больше У нас 200 По-моему Корабелла 65-65 Нет Нас лучше Длинно Длинноствольный пистоль 140-140 65-40 65-50 Кацбальгер Вот у нас Ломбардский Пистоль 200 Рейджверт 75 Ага На 70 Тут есть Вот этот Нет Вот этот 75 Берём его Рейджверт Попробуй запомни Это и произнеси Шпага старого образца Нам точно не надо Так Сундук Открой Кавалерийский Пистоль Это можно Посмотреть Кстати Ещё Сундук 63 Песа А тут всё Больше ничего нет Он уже открытый Показывает Да Ладно Что за Кавалерийский Пистоль Протез Крюк Спасибо Не надо Мне надо А вот Кавалерийский Пистоль 160 Не надо Так Перегрузить Все товары У нас Забито Всё Да Да Ничего Не можем Мы перегрузить Ну тогда И не важно Корабль остался Без капитана Потопить его Ну конечно Потопить А что нам С ним делать А зачем его Топить Ну давайте Потопим Мы перевернули Верх Дном Захваченное Судно Но не нашли Никакого Ценного Груза Приблизительные Суммы Занайденный Табак И кофе Вскоре Перекочевавшая В наш Трюм Могли Позволить Разве Что Покрыть Ремонт Кэтрин Жи Уперлась И наотрез Отказывалась Верить Что Ее Информация Не верна Продолжая Поиски То Что Они Увенчались Успехом Стало Сюрпризом Для нас Обоих Вскоре В каюте Капитана Мы нашли Потайное Отделение Где Было Припрятано Письмо Губернатору Сан-Хосе Прочли Его Немедля Сорвав Печать Послание За авторством Губернатора Маракайбо Сообщало О прибытии Двух Испанских Кораблей Груженных Золотом Которое Надлежит Переправить В Старый Свет В связи С острой Обстановкой На Архипелаге Флот Просто Не мог Выделить Корабли Для конвоя До Старого Света Но И без Защиты Через Регион Кишащий Пиратами Золото Никто Не Отправит Было Решено Сопроводить Грузовые Корабли До Выхода В Атлантический Океан Учитывая Что Перехват В нем Практически Невозможен Решение Не Самое Плохое При Условии Само Собой Что О Перевозке Никто Не Узнает Раньше Срока Дождавшись Момента Когда Испанское Золото Останется Без Защиты Но Еще Не Выйдет В Океан Глаза Кэтрин Светились Все Ярче И Ярче С Каждой Прочитанной Срочкой В Них С Легкостью Читалось Предвкушение Скорого Богатства Чего Греха Таить Ее Азарт Наряду Сверой В Легкую Наживу Заразили И Меня Теперь В памяти Возвращаясь К тому Моменту Уже Не Сказать Что Подкупило Меня Больше Испанское Золото Или Тот Взгляд Которым Кэтрин Без Сяких Слов Просила Ей Помочь Так Я И Согласился Поучаствовать В Этой Авантюре Времени На Подготовку Оставалось Предостаточно Потому Отправилось Пополнить Экипаж И Раздобыть Нам Больше Мушкетов На Мои Плечи Легла Подготовка Орудий И Снаряжение Я Приказал Команде Держать Путь На Барбадос Я Прекрасно Знал Где На Нем Можно Раздобыть Все Необходимое Для Скорой Авантюры С Набором Новых Людей В Абордажную Команду Тоже Не Должно Было Возникнуть Проблем Пора Отправляться В Бриджтаун Но Здесь Мы С Вами Уже На Сегодня Прервемся И Подведем Итоги По Поводу Этой Игры Игра На Самом Деле Очень Даже Любопытная У Меня Очень Двоякое Впечатление С Одной Стороны Играть Интересно Но С Другой Стороны У Игры На Самом Деле Действительно Есть Некоторые Проблемы Первая проблема Это в том Что Разработчики Неправильно Эту игру Позиционируют Дело в том Что это Не экшен Приключения Не экшен РПГ Как об этом Пишут Разработчики В стиме Нет Это Повествовательное Приключение С Некоторыми Экшен Вставками Только Так Если Именно Так Это Оформить И Преподнести То В принципе Проблем Никаких Не Будет Потому Что Действительно Так И Есть Здесь Самый Важный Аспект Игры Это Повествование Повествование Здесь На высоте Игра Не только Нам что-либо Показывает И рассказывает Еще даже И качественно Озвучено При этом Действительно Наблюдать За этим Всем Интересно Для Для Того Чтобы Мы Не Заскучали Нам Дают Такие Небольшие Экшен Вставочки В которых Мы Можем Сами Принять Участие Можем Походить Пострелять Порубить Саблей Противников Можем Поплавать На кораблике Можем Пострелять С кораблика Можем Взять На Бордаж То есть Вот такое Вот Можем Сумбачки Повскрывать Там И все Такое Но в целом Главный Аспект Игры Здесь Это Именно Повествование Оно Качественно Выполнено Остальное Именно Экшен Вставочки Они уже Не такие Качественные Возможно На клавиатуре С мышкой Таких проблем Которые были У меня На геймпаде И нет Но на геймпаде Проблемы Действительно Есть С этим Уже Я Точно Соглашаюсь Потому что Вот левый Стик Это Большая Одна Большая Прям Проблема Потому что Он практически За все Отвечает Левый Стик И в итоге Я чуть-чуть Двигаю Куда-то Левый Стик А игра Уже Считает Что я Здесь Кучу Всего Решил Сделать Я Не хотел Подымать Опускать Паруса Я Просто Влево Вправо Двигаю Но Может По столу В темноте Я там И не вижу Куда Именно Я его Двигаю На ощупь А игра Уже Тут Паруса Туда Вверх Вниз Вверх Вниз Подымает Опускает Это Неудобно Для этого Другие кнопки Следовало бы Использовать Также И с зельями Во время Тренировки Когда Нам давали Противников Наших Из нашей Команды Чтобы мы Тренировались У меня Проблемы возникли Из-за того Что у меня Закончились Зелья Лечилок Из-за этого Я не смог Тренироваться Там с тремя Противниками По-моему Да Уже Когда нас Напали Потому что Я не мог Лечиться Мы дрались С одним Персонаж У меня Начал Непрерывно Пить И пить И пить И пить Зелья Лечения В итоге Они попросту Все у меня Закончились Сразу Потому что Опять таки На левый стик Это назначено Но кто Так придумал Сделать Но неудобно Ведь до ужаса И кстати Я не понял А эти зелья Лечения Как их где-то Выставить Допустим Потому что Вроде как Мы там Подбирали С противников То что нам Может восстанавливать Здоровье Нужно ли это Куда-то Выставлять Или оно Автоматически Применится Это немножко Непонятно В остальном Все очень даже Понятно Постепенно Нам объясняют И как нам Использовать Холодное оружие И как огнестрельное Оружие Как там на корабле Что делается Как бордаш Как чем Выбирать Стрелять Для чего Что используется Картич для людей Там ядра Бомбы для корпуса И как называются Еще вот эти Штуковины С шариками Для того чтобы Паруса Разрывать То есть в этом Проблем в принципе Тоже нет Очень удобно Сделали Возможностью Промотки Времени То есть Ускорение Времени Можно это использовать Не только на корабле Когда мы плаваем А даже когда Бегаем по острову Хотя бегать Нам много Не пришлось Там буквально Метров 30 Всего лишь Пробежать Но все равно Даже для этого Нам дали возможность Ускорить время Потому что Главный аспект Здесь повествования Рассчитан на то Что игрок захочет Побыстрее пробежаться Чтобы потом уже Послушать следующую Часть Рассказа На что еще Жалуются В комментариях К игре в стиме Жалуются Во первых На то что игра Непродолжительная Говорят Ее можно пройти Часа где-то за 3 Об этом Я пока что Сказать ничего Не могу Потому что Мы с вами Игру не прошли Я не знаю Сколько в игре Всего получается Глав Поэтому Сколько мы с вами Процентов Игры прошли Сегодня Понятия не имею Но даже и так Даже если игра Не очень длинная Если она короткая Но это не особо плохо Я с удовольствием Играю в игры По полчасика По часику Если они действительно Интересные Всевозможные Например инди-хорроры И здесь тоже Если рассказ интересный То он не должен быть Прям особенно длинным Жалуются еще На линейность игры И на отсутствие Открытого мира Но ребята Здесь суть игры Линейное повествование Какой открытый мир Это вам не Скайрим Здесь само собой Все будет линейно Это по сути Книга Которую вы читаете Но периодически Между страничками Вам дают возможность Еще и самому Что-то сделать Само собой Здесь все будет линейно Само собой Здесь не будет Открытого мира В 99% игр Нет открытого мира И все при этом Прекрасно Никто не жалуется А тут почему-то Накинулись Ну а я еще раз повторюсь Разработчики Совершили ошибку Что в описании игры Написали Что это экшен Что это РПГ Ничего этого в игре Пока что я не заметил Это просто повествование Ну а интерактивное С экшен Ставками Небольшими Игра В графическом плане Выполнена довольно Качественно Мне нравится Как она выглядит Игра звучит Первоклассно Тоже в этом Проблем никаких нет Вообще Все классно Проблема здесь Только вот С управлением На геймпаде Есть Но все равно У меня даже Появилось желание Поиграть в эту игру Еще и возможно Я смогу выделить время И тогда мы с вами Пройдем ее до конца Почему бы и нет Пишите в комментариях Что вы думаете По этому поводу Спасибо вам большое За просмотр Не забывайте Подписываться на канал И ставить пальцы вверх А как обычно С вами был Зоди Удачи друзья Встретимся в новых Замечательных прохождениях Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok